Я приехала из Шри-Ланки, из Малдии, из Японии, из Китая, я сам из Ливана, из Туркменистана, я из Нигерии. Они преодолели тысячи километров. Нам нужны IT-специальности. В поисках исключительных знаний. Здесь уровень образования высокий. Заметалится, это вообще шикарно. Учение в свет. Такое резкое наращивание контингента, оно не может не влечь за собой сопутствующее наращивание и кадрового потенциала. Мне бы очень хотелось сказать, что все владеют свободно английским языком. Нет, не все, к сожалению. Цена вопроса и качество услуг. Они едут, но могут завтра не поехать. И деньги платят большие за образование. Поэтому нам надо постоянно совершенствовать образование. Экспорт образовательных услуг. Как выполняются поручения главы государства? Мы готовы вынести свой вердикт. Новая серия проекта на контроле президента. Смотрите прямо сейчас. В колоритных нарядах на журавлиных крыльях за 3-9 земель. Они поют о любви к родной земле. Хор китайских студентов БГПУ. Эти голосистые юноши и девушки приехали в Беларусь за эстетическим образованием. Будущие преподаватели музыки, ритмики и хореографии. Когда искусство не нуждается в переводе, язык музыки говорят универсален. Здесь преподают в основном на русском. Но в случае чего, как искусно, готовы перейти на язык студента. Так, си, стоп и ху нету. Сяо Юадзе беспрекословно выполняет все просьбы наставника. Смеется белорусы, плохому не научат. Еще в Китае девушка брала уроки у выпускницы нашей Академии музыки. А потому уже такой выбор репертуара еще и в дуэте с белорусом. Отдельный привет и преемственности учитель-ученик и сарафанному радио, и рейтингам. Все это прежде всего и влияет на спрос, а порой и немалый конкурс среди иностранцев, желающих получить наш диплом. Здесь лучше учиться музыке. Потом мои родители говорили, что можно поехать в Биарусь. Это круто. Сторожно. Мои все преподаватели. Мне очень нравится. Я люблю они. Мне очень нравится. Они добрые, хорошие. И еще немного лирики веет за всеми знаниями и прибылью от экспорта образовательных услуг, о которых чуть позже они увозят с собой домой намного больше. Любовь к белорусской земле и наши традиции. Дарья тоже студентка БГПУ. Казалось бы, ну неужели во всей Латвии не найти университет, где можно обучиться ловко, держать кисти и смешивать краски? Но нет. Я хотела именно специально, чтобы была педагогика и художественное образование. То есть комби получить вот это. А в Латвии ты либо учишься на художника, и потом отдельно уже получаешь педагога. То есть это два высших образования. А тут ты, получается, уже 4 года отучился, и ты уже педагог-художник. Параллельно девушка изучает историю белорусского костюма, сама создает, успела даже поработать помощником костюмера на вторых европейских играх. Все это наши будущие послы за рубежом. Это наши люди, заметит белорусский лидер еще 10 лет назад. Архивные кадры январь 2010-го. В преддверии Татьяниного дня Александр Лукашенко посещает 11-е общежитие студенческой деревни. Ее строительство, кстати, инициатива президента, вот в июле 2008-го закладывают первый камень. В итоге получился целый комплекс, где дружелюбно соседствуют студенты из многих стран. Мы будем на вас тоже рассчитывать, как на своих людей, чтобы, не то, что нам помогли, а то, что выгодно будет Туркменистану и Беларуси. Поэтому у нас к этому большой интерес. Обижать мы никогда вас не будем. Верим. Или вот еще пример плодотворных международных отношений. Александр Лукашенко общается с китайскими студентами. И кто знал, насколько та тема встречи станет актуальной через 10 лет. Хочу поздравить вас. Китай становится ведущей державой мира. Мы в этом очень заинтересованы. Они очень много строят сейчас здесь объекты в Беларуси, так что вы можете даже и остаться работать на этих объектах. Наши дни на базе БГУ открылся Белорусско-Китайский институт. 59 студентов в сентябре приступили к занятиям, и они уже знают, где будут работать. Выпускников ждут в индустриальном парке «Великий камень». Это не простые специализации. Это физика, это математика, это международные отношения. И в придачу к этому ребята будут еще хорошо владеть иностранными языками. Нам удалось отобрать очень подготовленных ребят. Баллы при поступлениях. Они в целом выше, чем в среднем по факультетах, на которые они шли. А это уже Институт китаеведения имени Конфуция в 2019 ОМОН первым в СНГ получил приставку «Образцовый». К тому же в БГУ запускают несколько проектов с китайскими коллегами по довузовской подготовке. Буквально в декабре, наверное, ноябре месяце открылся кабинет Беларуси в университете Санья. Также у нас есть желание работать в китайском регионе, может быть, в Средней Азии по такому же принципу, когда можно подготавливать абитуриентов и отбирать их дистанционно. Мы же переместимся на несколько минут ранее. Тема общежитий для иностранных студентов пусть сегодня и не стоит так остро, как для белорусов. Все-таки им общежития по договору предоставляют стопроцентно. Но ведь чем больше заселится иностранцев, тем меньше останется мест для белорусов. Экспорт услуг нас подтолкнул и к таким формам сотрудничества, как техническая помощь. Например, за деньги КНР, техническая помощь и КНР было построено и введено в эксплуатацию в прошлом году общежитие на тысячу мест в студенческой деревне. То есть, чтобы понимали, что сегодня, допустим, приезд иностранных студентов в нашу страну, вот китайские товарищи наши поддерживают как раз вот такой помощью. Октябрь 2018-го студенты самого большого в Гродненской области Купаловского университета называют судьбоносным. Президенту показали макет их студгородка. Рассказали про судьбу общежития долгостроя. Возводить его начали еще в 2014-м, но своих денег не хватило, заморозили. А ведь оно могло стимулировать поступать и иностранцев. Если самая большая проблема с обеспечением общежитиями студентам, то, конечно, мы сразу поможем всем. С той встречи не прошел и год, как стройку возобновили. Уже к осени 2020-го туда смогут въехать первые новоселы. А это тоже Гродно, только медицинский университет и настоящий подарок к Новому году. 1030 мест. Белорусы и иностранцы 50 на 50. В общежитии, что очень важно для студентов факультета иностранных учащихся, есть гостиничные номера. Родители могут приезжать. Для них это очень актуально, поскольку у нас обучаются студенты из очень отдаленных уголков. Разные страны, культуры, подход при заселении в блок тоже свой. Они живут диаспорами. И, как правило, лидеры диаспор занимаются расселением. И поскольку студенты факультета иностранных учащихся приезжают к нам на целый год, поэтому они приводят с собой очень много вещей, и эта комната будет кстати для них. Мария Мшина Хусейн в Беларусь прямиком из тропических Мальдив. Учится на третьем курсе. Чтобы исполнить волю отца, она усердно штудирует книги, учит язык и практикует в местных поликлиниках и больницах. Белорусское образование – практика ориентированная, мы часто это слышим. Сделать операцию или банально еще на первых курсах посмотреть, как ее делает опытный хирург, дорогого стоит. К тому же сейчас активно идет работа по созданию первой в стране университетской клиники тоже поручения президента. Пилотный проект реализуют на базе Гродненского меда, поэтому практики хватит всем. Студенты после всех курсов имеют право проходить и здесь, и у себя на родине. Конечно, первому курсу ему проще проходить на родине, потому что еще не настолько хороший уровень владения русским языком. Римашика из Шри-Ланки уже на шестом курсе. Она будущий кардиолог. Девушка замечает в ее стране отношение к врачу как к богу. Хотя зарплата не самая высокая, а вот борьба за медицинский диплом сродни соревнованиям. Бесплатное образование, как-никак, и минимум мест. Белорусские пациенты, мне очень интересно, надо сказать, они знают лекарства очень хорошо, потому что, например, в других странах я слышала, когда пациенты разговаривают, они говорят только по цвету лекарства. Вот это черная такая таблетка, это зеленая такая таблетка. Но здесь, в Беларуси, они знают имени очень хорошо. Девушка, кстати, за годы учебы успела и на себе оценить белорусскую медицину. У меня плохое срение. Поэтому, когда у нас преподавали этот предмет по офтальмологии, я сказала, и он всегда, он даже дал, очень добрый преподаватель, он дал не только для меня, в нашей группе было много, он дал номер телефона, сказал, если что-то, сразу позвони мне и приди, я помогаю. Мелочей в этой профессии нет, Римашика пытается запомнить все. В Шри-Ланке ее ждет отдельный экзамен, лишь сдав его, она сможет надеть белый халат. И здесь развенчиваем миф. Держать студента лишь потому, что он платит, никто не будет. Имидж преподавателя, а с ним университеты и всей страны, зависит от вынесенных занятий знаний студента. Иностранцев тоже отчисляют. По прошлому выпуску практически большинство студентов все подтвердили, все уже сдали экзамен и подтвердили свои дипломы. За прошлый год экспорт образовательных услуг здесь увеличили на 108%. Что касается данных по стране, за самой свежей информацией мы обратились к профильному министру. Вузы находятся в подчинении 12 министерств и ведомств. Кроме этого, у нас еще есть 9 частных высших учебных заведений. В общей сложности в стране сегодня 51 высшее учебное заведение. И из них только 21 находится в прямом подчинении Министерства образования. Поэтому мы здесь говорим об экспорте услуг в отрасли образования. В целом у нас достаточно такая устойчивая цифра. Это в пределах от 20 до 25 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в Республике Беларусь. Сегодня зарегистрировано уже 25 тысяч иностранных студентов. Это анонсирует министры. Не предел срок приема документов на обучение в вузах для них продлен до 10 февраля. Кроме того, до 22 февраля прием документов от иностранных абитуриентов, желающих учиться за счет грантов, принимают белорусские дипмиссии. Заявки ждут от 18 стран. Это Китай, Монголия, Узбекистан, Египет, Ливан, Литва, Латвия и Бельгия. По результатам конкурсного отбора на обучение примут не более 100 иностранных граждан. Напомню, гранты на обучение правительство Беларуси начало выдавать с прошлого года. Был подписан указ главы государства о предоставлении грантов на обучение в Республике Беларусь, который позволяет нашим диппредставительствам на местах, за рубежом отбирать потенциально людей, которые могут поучаствовать в конкурсе на получение такого гранта для обучения в Республике Беларусь, а затем вернуться в свою страну и продолжить работу в тех направлениях торгово-экономического сотрудничества, которое мы развиваем. Всего же в Беларуси обучаются студенты из более чем 100 стран мира, больше всего ребят из Туркменистана, Китая, России, Ирана, Шри-Ланки. И да, едут не только вузы. Сидик Джон Мадаминов из Таджикистана Беларусь выбрал по совету родителей. И несмотря на белый халат поверх сорочки, по первому образованию, тоже белорусскому, он машинист-тракторист. У нас в Таджикистане вообще большинство, вообще трактористы, белорусские трактора, и у нас там много земель, и мир вращен, там дым, арбузы, хлопок, и из-за этого я поступил сюда. Уже получив диплом, он решит не уезжать на родину, а освоить еще и медицинское дело. А там, глядя за таким универсалом, работодатели в очередь выстроятся. Впрочем, парень еще не решил. Может, и в вуз потом поступит, а то и вовсе останется. И для выпускников медицинского это не редкость. Заметят уже на декабрьской встрече с президентом студенты и преподаватели профильных вузов. Говорили тогда и об экспорте образовательных услуг, и о комфорте приезжающих к нам. Именно тогда один из иностранных студентов обратился к белорусскому лидеру с просьбой увеличить время регистрации для зарубежных гостей после прибытия в Беларусь. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, каждый иностранный гражданин должен осуществить регистрацию в течение пяти дней с момента приезда. Может быть, можно немножко расширить эти сроки? По-моему, мы уже расширили до десяти. Есть десять дней же, мне как-то информировали. Говорят, на подписи у меня, к вечеру подпишут. Если вы не против, к понедельнику. Долго ждать не пришлось. Президент подпишет закон, предусматривающий увеличение срока регистрации с пяти до десяти суток. Мы же перемещаемся в Оршу за 80 лет. В этом медицинском колледже подготовили более 20 тысяч специалистов. Стоимость обучения иностранных студентов зависит от специальности. Где больше затратное, там дороже. Где менее, там дешевле. И вот стоимость обучения зубных техник, вот зубопротезное дело, у нас такая специальность, стоит две тысячи долларов за год. А лечебное дело, которое сейчас на сегодняшний день наиболее стало популярным, 1600 долларов. Вот. И мы подбили итог, посчитали, сколько в итоговом УВЗ в период от начала нашей работы сегодняшних дней поступило денег. И пришли к такому весьма радужному выводу, что 860 тысяч долларов мы заработали. В среднем стоимость для иностранцев в два раза выше, чем для белорусов. А самые востребованные специальности, помимо лечебного дела, мировая экономика, международные отношения, правоведение, информационные технологии и компьютерная безопасность. В общей сложности мы даем где-то примерно от 75, но это опять же по годам, до 80 миллионов долларов США. Это много или мало? Ну, в общем-то, достаточно это неплохо. Если говорить в целом, какой процент от общего количества студентов, иностранных студентов, которые у нас обучаются и дают нам так называемый экспорт услуг, это где-то примерно 7,3%. Ну, для сравнения, много или мало, могу сказать, вот в Китае, например, 1,1%, в Японии 5%, в США 5,5%. Да, есть страны, где выше этот процент, например, Германия, там больше 9%. И здесь тоже есть одна проблема, мы готовы наращивать экспорт услуг, но вместе с тем нам сегодня необходимо позаботиться о развитии соответствующей базы. Это и строительство общежитий, и материально-техническая база, отсюда и проект, который активно реализовывают в профильном министерстве совместно со Всемирным банком. Прежде всего касается информационной инфраструктуры, закупка высокотехнологичного оборудования для исследований, создание лабораторий или их модернизация. Это Багуир. Производственная сфера здесь интегрирована в учебный процесс. Около полусотни совместных лабораторий с ведущими компаниями страны. У нас в Венесуэле находится новый завод, который, ну, будут так работать с этими, ну, похожие установки. Поэтому я выбрал эту специальность. Ну, это разные направления есть, например, может быть использована в оптике, электротехника тоже. Мы стремимся к тому, чтобы следовать много со временем. И у нас произошла реформа 16 декабря в университете касательно работы с иностранными студентами. Если раньше у нас был центр международного сотрудничества, теперь он преобразован в центр продвижения образовательных услуг, который намного более шире смотрит на этот процесс, а не только на как межвузовское сотрудничество и привлечение стран студентов. Наша задача стоит в аналитике, в том, чтобы понять, что вообще нужно современному молодому человеку. Понятно, выводы делать еще рано, но уже сегодня здесь говорят. Понятие специальность как таковое отмирает людей, куда больше интересуют современные тренды. Искусственный интеллект, бигдата, интернет-вещей сегодня в Беларусь едут как в IT-страну за самыми прогрессивными знаниями. Я приехал из Туркменистана. Выбор очевиден. Сейчас кругом везде IT. И в будущем это очень перспективное направление. В Туркменистане есть университеты, да, но пока что им еще нужно развиваться и развиваться. IT-специалисты нужны и в Демократической Республике Конго. Гончо Семира далеко не первая из этой страны, которая выбирает Полоцкий государственный университет. Приехала по совету друзей уже на втором курсе. Полгода учила русский в Гомеле. Без этого никуда. Занятия проходят именно на русском языке. И в этом основная трудность. Мне бы очень хотелось сказать, что все владеют свободно английским языком. Нет, не все, к сожалению. Но у нас создан центр изучения иностранных языков. В этом центре, наверное, около восьми иностранных языков, где и студенты учатся, и преподаватели в том числе. Потому что это сегодня необходимо абсолютно всем. И мы постоянно совершенствуемся в этом вопросе. Кроме того, в университете развито волонтерское движение с названием «Мой белорусский гид», когда наши соотечественники помогают адаптироваться зарубежным одногруппникам. Есть в университете и совет иностранных обучающихся. Вот так в кругу друзей они в игровой форме обсуждают насущные вопросы, чтобы потом выйти с предложениями к руководству вуза. На этот раз речь о студенческой подработке. Если хочу подработать даже в Новополос, как иностранный студент, мне придется сначала ехать в Вицепск, в Вицепск-город, там все оформлять, все попросить, выделять все документы. И только потом, когда оттуда буду получить разрешение, тогда могу работать в Вицепске области. И вот эта кассета только в Вицепске области. Если хочу работать в месяц, то такая самая процедура мне не надо сделать. Ян Комба приехал из Конго и выбрал уникальнейшую для страны специальность – нефтегазовая. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ, машины, аппараты химических производств и предприятий строительных материалов, а также технология переработки нефти и газа. То есть вот такое направление, которое горячо и глубоко поддерживается предприятиями нашего региона, мы обеспечены базами практик. Более полутысячи иностранных студентов учатся в этом вузе в Новополоске. Еще 300 выбрали совместные программы. И это то новое, что сегодня активно практикуют в вузах по всей стране совместные факультеты и институты. С Китаем, Узбекистаном, Таджикистаном. Здесь и доступ к академическим и инфраструктурным ресурсам университета-партнера, и сокращение стоимости за счет сокращения пребывания в чужой стране, при этом повышение конкурентноспособности выпускника на рынке труда, а также зачастую получение сразу двух специальностей. Мой целый в жизни – это стать в будущем доктором. Возможно, надеюсь на это и буду стараться. Я сейчас получаю опыт одновременно в преподавании, исследовании, науке. Есть университеты, есть практика, база и преподавательский состав. Но стремиться есть к чему. Ну, как минимум, если хотим увеличивать экспорт образовательных услуг, зарабатывать и налаживать контакты экономические, культурные. И этому в нашей стране продолжат уделять внимание. Нам нужна емкая система образования. Только тогда к нам будут ехать. Нам надо создать емкую систему образования. Чтоб сюда приезжали, они едут, но могут завтра не поехать. И деньги платят большие за образование. Спешить никто не будет, но и время главное не упустить. А все, чтобы вот так, с открытой улыбкой, увлеченные белорусским образованием, получив белорусский диплом, они рассказывали о уже родной для себя стране, о традициях, будь то во время радио или телеэфира, сделав успешную операцию или открыв новое месторождение нефти. Есть науку большими ложками. И просить добавки. Выпускник журфака из Японии Хитоша Танака знает толк в еде. Он остался на факультете. И более того, не прочь сесть за парту повторно. Вне журнала и за четким. Понравилось. Понравилось это жить здесь. Еще здесь мне очень интересно. Учится именно журналистикой. Но здесь я могу писать более свободно, то есть эффективно. И обещанный вердикт Ашир Джемиров четвертый курс. В его зачетке 9 и выше. Он знает 5 языков. За счет такой учебы сократил стоимость обучения на 60%. Студент года собирается от белорусского вуза на стажировку в Германию. В мантии судьи независимое мнение. Судья это такой орган, который сам может провести исследование, сам может еще решить. И это дает ему право быть нейтральным стороной. Вот если представить, что тебе на стол легло дело по белорусскому образованию для иностранных студентов. Вот твои за, твои против и какой вердикт можешь вынести белорусскому образованию? Ну, в целом я не против, потому что у меня нету никаких за, против. Потому что я уже 4 года тут. Я привык как-то. Не помешала бы практика на иностранном языке и иностранное производство тоже.